Блок начальных классов на 400 человек – это трехэтажное здание площадью 7 тысяч квадратных метров. Председателю ЗСК глава города рассказывает об уже выполненных работах. Препятствий по выполнению обязательств у подрядчика нет, в том числе и благодаря стабильному финансированию, отмечают в управлении образования. Это большой подарок. Проект в окончательном уже варианте стоит 360 миллионов. Работа идет, засучив рукава, строители работают достойно, грамотно, сейчас даже опережая сроки, установленные графиком проведения строительных работ. Достойно мы закончим, завершим строительство. В декабре месяце получим ввод в эксплуатацию и 11 января заведем наших детей в новое здание. На сегодняшний день здесь уже проложена вентиляция и система теплоснабжения. Помимо классных комнат в новом крыле школы номер 100 предусмотрены свой пищеблок на 200 мест, а также актовые и спортивные залы. Также у первоклашек будут собственные гардеробные и санузлы, показали Владимиру Бикетову и кабинет будущего информационно-библиотечного центра «Медпункта». Помещение для внеурочной работы, где школьники будут заниматься трудом, моделированием, творчеством, музыкой и танцами. Звание «Самая современная сельская школа» подтвердит и в новой пристройке. Сюда также закупят мультимедийные комплексы, интерактивные экраны и современные парты. В обязательном порядке строится доступная среда. Такого нет во многих городских школах, подытожил экскурсию председатель законодательного собрания края. Еще 15 лет тому назад представить, что в Краснодарском крае может быть школа такого уровня, как мы видим сейчас, было практически невозможно. Сегодня мы много внимания уделяем детям, их воспитанию, развитию. Также председатель ЗСК отметил, что Сочи лидер по строительству социальных объектов в край и такое массовое строительство средних общеобразовательных учреждений в регионе продолжится. В Краснодарском крае планируют ликвидировать вторые смены. Для того, чтобы разместить всех в одну смену, мы планируем до 2022 года, при непосредственном участии федерального бюджета, потому что федеральный центр очень серьезно помогает в этом вопросе, построить порядка 100 тысяч школьных мест. То есть школы на 100 тысяч мест. Ну, чтобы было понятно, если вот школы такого уровня, это нужно будет минимум 90 миллиардов рублей для того, чтобы все это решить. 90 миллиардов. Безусловно, их надо еще заработать, но экономика в крае развивается. Я думаю, что эта задача по плечу мы решим. Продемонстрировали Бикетову и возможности основного здания. К слову, это образовательное учреждение вице-премьер России Ольга Голодец назвала образцом образования 21 века. Напомню, построили школу пять лет назад рядом с микрорайоном, где живут олимпийские переселенцы. Улучшить свои жилищные условия сегодня могут и сами сочинские учителя. За последние пять лет наши педагоги получили 156 служебных квартир. В этом году отрасли образования муниципалитет выделяет еще 20 квартир.